И снова здравствуйте! На дворе уже 2 января, и счастлив тот, кто наготовил впрок. Я же практически не готовил, поэтому успел уже съесть все, что было у меня в холодильнике. Идти в магазин мне пока не хочется, ввиду погодных катаклизмов, поэтому, наверное, я сейчас поройсь в своем холодильнике и найду то, из чего можно приготовить какое-нибудь экзотическое блюдо. Чему блюдо должно быть экзотичным, спросите вы, я, честно говоря, не знаю. Может быть, мне это навеяло просмотр сериала о Ганнибале Лекторе. Я учтил с его рецептами и даже пытался сделать вот такую прическу, как у него. Но это у меня не получилось. Костюм от Баривани мне не привезли. И я напялил на себя вот эту хламиду, и теперь похож на ожиревшего монаха Шаори. Что же такого экзотичного ты сегодня приготовишь нам, спросите вы? А приготовлю я сегодня вам суп. Но суп непростой. Суп сковородер. Суп с какими-то, может быть, азиатскими корнями. Но, честно говоря, я его придумал сам. И ингредиенты в нем иногда меняются в зависимости от того, что я нахожу в холодильнике. Но сегодня Новый год. На счастье, продуктов достаточно много. Я имею в виду типа картошки, морковки, лука. Вот этого всего в достатке. Поэтому практически все ингредиенты, которые я использую всегда, сегодня будут присутствовать в моем супе. Итак, посмотрим. Сегодня, дабы не отнимать у вас драгоценного новогоднего времени, я заранее все почистил. Давайте представим наши продукты, которые будут участвовать в приготовлении этого экзотического супа. Итак, два, я не знаю как, две вязанки у Дона Чим-Чим. Вот они. Солидных размеров морковь. Ну или не солидных. Тут каждый выбирает по себе. Головка лука. Помидорчик. Половинка чили. Красного лучку нашел чуть-чуть. Чесночок огромный. Вот это мы будем закладывать после приготовления. Это петрушечка и лук. Вот. Далее половинка перца. Он у меня упал. И половинка сама себя попросила приготовить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять шампиньонов. И для нашего бульона один кубик лесные грибы. Далее хорошо всем известный чили, черный, соевый соус, масло, подсолнечное, соль, нож, чеснокодавка. Наша героиня сегодняшняя это сковорода удон. Я померил ее объем. Тут примерно два с половиной литра. Поэтому у меня уже кипятится два литра воды, в котором я буду варить удон. И удон я буду варить с применением кубика грибного. Грибы я порублю достаточно крупненько. Чесночок я сразу заправляю в наш чеснокодавочный револевер. И перчик режу длинненькими такими вот полосочками. Со слезами на глазах рубаю лучочек. Помидоркина нашего мы тоже целиком не будем. Вот три блистера нам достаточно. Что за слово? Я не знаю, сказал сейчас. А это я съем. Морковочку я, естественно, просто потру на терке. Вот. Думаю, этого всего достаточно. А это хомякам на закусь пойдет. Хомяки! От нашего разделочного стола плавно перебрались к полите. Вода уже закипела. Сковородка уже нагрелась. Добавляем сюда масло. Масло можно не жалеть. Отставляем. И в нагретую сковороду аккуратно ссыпаем наши ингредиенты. Кстати, вот еще чилийский перец забыл вам показать. Ух ты! Испугался аж. Все это плавно начинаем обжаривать. Вот. Все это на сильном огне, постоянно перемешивая. И с добавлением соевого соуса мы начинаем жарить. Но и соевого много не льем, иначе наш суп получится. Очень соленым. Сразу добавляем черного перца. Так как это какой-то намек на азиатский суп, я добавляю побольше. Все вы знаете, что острота мой конек. Ну, соль тут, наверное, нам сегодня не понадобится, потому что соевый соус я об этом как-то забыл. И выдавливаем, куда-то поделась вторая половинка. Все это постоянно перемешиваем, следим, чтобы всегда была какая-то жидкость, чтобы это ничего не пригорало, не дай бог. И все это такое вот полуварененькое получалось. А вот, кстати, и чеснок нашелся. Закладываем нашего дружка в чеснокодавку и выдавливаем. Хотел скрыться от нас, но не получилось. Все, все это, не знаю как назвать, тушится, варится, жарится. Минуток так семь. За это время мы сумеем сварить удон. Вначале мы закидываем наш грибной кубик в кипящую воду и ждем, пока в кипящей воде растворится наш кубик. Ну, вот, бульончик у нас, как говорится, переварил кинутый в него кубик и мы начинаем закидывать туда удон. Удон я обычно ломаю просто пополам. Как только у нас закипит наш бульон, мы переводим его на очень маленький огонь и в таком режиме варим примерно минут так семь-восемь, не давая лапше развариться. Господа, ждем, пока наша лапшичка приготовится и прошу вас, если это нравится, то что вы видите, если вам импонирую я, подписывайтесь. Подписчики очень стимулируют жизнедеятельность и креативность. Хочется снимать еще и еще, рождаются идеи. Так что поддержите канал, подпишитесь, а я буду генерировать идеи дальше. Снова включаем нашу конфорочку, возвращаем сковороду на плиту. И сейчас будет самый главный момент, это выливание получившегося бульона с лапшой в сковороду. Выключаем наш бульон и аккуратно заливаем лапшичку в сковородочку. Вуаля! Прошло заветные пять минут, я уже приготовил паломник с тарелочкой и чуть не забыл самое главное. Вот наша порезанная прекрасная зелень, это лучок, это петрушечка. И буквально на одну-полторы минуточки мы закидываем нашу зелень, придавая супу просто галактический внешний вид. Варим ровно одну минутку и не томим себя ожиданиями, наливаем и пробуем на вкус. Плита выключена, супчик готов, пора его дегустировать. Аккуратно, чтобы не ошпариться, наливаем, берем погуще. Вот, что у нас получилось. Даже на камеру, я думаю, вы ощущаете тот непередаваемый аромат грибного азиатского супа. Пробовать наш супчик я буду стоя, так как я бы назвал это экспресс-суп в экспресс-условиях, когда ты ограничен во времени, но тебе хочется очень вкусняшки. Ммм, замечательный! Вот именно такой суп я и хотел сегодня приготовить. Он получился, поэтому если понравился рецепт, понравился мой какой-то кулинарный совет вам, подписывайтесь, пожалуйста, и я буду снова для вас готовить в эфире. Еще раз всех с наступившим 2021 годом! Готовьте вместе со мной!